Моя одноклассница пробила потолок в школе. Люди, которые за мной следят, а такие есть за два дня, я сама в шоке, помнят, что была история с вейпом. В этой истории участвовала девочка, которая назвала Ульяна. И именно с Ульяной связаны большинство моих школьных историй. Перейдём к истории. Это был урок физризма. Естественно, все в физризме относятся, ну типа, пофигизмом, да? Ну, а кто загнедел нас ещё такой-то пофигизрук? В общем, кто-то из одноклассников что-то натворил, какую-то мелочь, да? И он поголовил директор. В это время в той комнате находились мячи, резиновые такие. А потолок, к слову, там выложили из таких кубиков, из кафель. Вот это Ульяна берёт мяч и за всей дурью впиляет его в кафель. Я сидела, блин, рядом, я обосралась. Кафель тупо упал на пол. Я думаю, реакции физрука говорить не стоит. Ну так, что скрабчат, если бы поставить лайк. В нашем городе был активный розыск двух маньяков. По словам, они насиловали девочек где-то 12 или 14 лет. Ну, как бы я попадая под этот возраст. Как-то мы с моей подругой спокойно гуляли по улицам города и сели на лавочку. Мы сидим, разговариваем и видим, что за нами наблюдают какие-то два человека в машине. Мы подумали, что они просто сидят в машине и всё. Но потом, когда мы пошли гулять дальше, эта машина поехала за нами. Куда мы не ходили, она за нами. И тут уже потемнело, мы заходим за тёмный угол. Машина заезжает за нами, там опускается стекло и кто-то говорит, девочки, не хотите прокататься? Мы смотрим на этих двух мужчин и это те самые с розыском. Сказать, что мы обосрались, это ничего не сказать. Мы просто рванули, как бешеные. Во время того, как мы бежали, мы сфоткали номера этой машины. Мы убежали в людное место и машина поехала за нами. Когда я бежала, я позвонила в полицию и сказала номера, а также сказала, где именно находятся эти машины и те самые маньяки.